В предыдущей серии. После завоевания пиратской бухты, нам осталось расправиться только с несносными пигмеями, восставшими во Фьорне. Расправляемся с повстанцами и освобождаем провинцию. И вот, наконец, появилась первая фракция, реально представляющая опасность для нашей власти. Тщеславные глупцы, но достаточно мудры, чтобы не поднимать открытого восстания. Тем временем, пришли вести с Калимдора. В развалинах Анкиража начал пробуждение один из древних богов. А вот и Лордерон наконец-то вспомнил о нас. И решил прибегнуть к нашей помощи. Войска собрались в точке сбора. Прекрасно. Теперь садим их на корабли и плывем прямиком к столице наших врагов. К Стромгарду. Эта битва стала точкой невозврата. Теперь остается только захватить пару провинций, или же одержать пару побед, и война будет завершена. Итак, уважаемые зрители, а также гости данного канала. С вами Алвара, и я рад вас поприветствовать в Штормбурге, куда недавно вернулась наша флотилия после Стромгардской войны, где наши парни показали, как союзникам, так и врагам, чего на самом деле стоят пираты кровавого паруса. И вскоре после нашего возвращения в столицу прибыл старый пират, Эвер Клинтон, с вестями из Нордскола. Ранее он был главарем банды, грабившей клыкарские поселения. Но во время одного из таких рейдов он чудом унес свои ноги. Клыкарский вождь, Синук, объединил племена и подчинил себе практически всю Борейскую тундру, а после начал охоту и на пиратов. Также Клинтон подтвердил и самые страшные опасения насчет нежити. Армия мертвых опустошила центральную часть Нордскола, а также почти полностью уничтожила троллей Дракари. Нам же остается только радоваться, что если мертвецы когда-нибудь и доберутся до нас, мы уже будем готовы и встретим их во всеоружии. Ну и собственно, переходим теперь непосредственно к нашей партии. Сразу же после возвращения я переназначил некоторых советников и заодно проверил, теми ли государственными делами на благо нашего королевства они занимаются. После уж собрался начинать небольшой период мирного и спокойного развития, но не тут-то было. Снова вести из Лордерона. На этот раз король Лиэмситогриф, видя слабость и разобщенность Альянса, повел свои войска в атаку, в Серебряный Борн, чтобы присоединить эти территории к Гилнесу. Армии Сидогрифа были сильны, а Лордерону никто не пришел на помощь. Стромгард и Гримбато упомнили свое унижение и не желали поддерживать короля. Стальгорн был объят пламенем, а я пусть формально и вступил в эту войну, но опасаясь ударов спину от троллей, не спешил отправлять войска на подмогу и предпочел оставить армии в столице, накопить силы и позже уже отправиться на помощь союзнику. Но пока силы восстанавливаются, я приступил к превращению селений наших капитанов в самые настоящие крепости. Конечно, это можно было сделать и раньше, но я, как обычно, в своем репертуаре строил в селениях абсолютно нити зданий. В общем, сам себе усложнял жизнь. А тем временем произошло то, чего я опасался. Гилнес уже одержал несколько побед над армиями Лордерона и призвал в эту войну также еще и Култирос. И вот теперь тот небольшой шанс победы Лордерона рассыпался в прах. Даже при нашей поддержке, даже при неимоверном везении, объединенные армии Култироса и Гилнеса с легкостью возьмут Серебряный Бор, и никто им не сможет помешать это сделать. Так что, наши планы резко меняются. Отправлять помощь Лордерон уже не имеет никакого смысла, поэтому мы оставляем наши войска дома. Надеюсь, канцлер Ти сможет объяснить нашим союзникам причины нашего же бездействия. Но раз уж все равно нам не удастся посидеть в мире и спокойствии, мы так и быть продолжим наше завоевание Тернистой долины и отожмем у троллей еще одну провинцию. Лордерон уже сейчас приходится и так не сладко, так что в эту войну мы его звать не будем. И не будем его еще больше подставлять. Вообще, наши войска превосходили тролльские почти на две тысячи бойцов, и по-хорошему следовало дать первое генеральное сражение, разбить этих дикарей и спокойно захватывать их провинции. Но я решил действовать аккуратно, минимизировать потери, избегать тролльских армий и просто захватывать их земли. Вот только я не учел одну, совсем маленькую, незначительную деталь. В этой войне мы сражаемся еще и против троллей Зуламана, которые немедля перебросили свой десант прямиком к нашей столице. Заметил я это уже когда нельзя было ничем помочь, и я бы при всем желании не успевал снять осаду со Штормбурга. Плюсом, к Амане приплыли новые подкрепления, и теперь уже наши армии оставались в меньшинстве. Пришлось действовать быстро, и все-таки дать сражение, пока армии наших врагов не объединились в единый кулак. Вскоре после этого сражения наша война подошла к концу, а вскоре закончилась война нашего союзника. Гилнес и Култирос праздновали свою победу, а Лордерон отправился зализывать раны. Точнее, он хотел отправиться, но как бы не так, бунтовщики не дремлют. И Мейсон Лайфгларф обвинил короля в неспособности управлять страной, и потребовал, чтобы Гауссельм отрекся от власти и уступил трон своему брату. А в нашем же королевстве в это время стала популярной новая фракция. Ранее большинство наших капитанов ратовали за усиление совета, потом они хотели видеть на троне нашу сестру Мэри, ну а теперь фракция сепаратистов. Все тот же Мерсер, все тот же Ламберт, а к ним прибавился еще и Марлей Айронвуд. Чего вам не живется под нашей властью, я вас спрашиваю. Ладно, как-нибудь мы вас уговорим или запугаем. В общем, посмотрим, что с вами можно будет в дальнейшем сделать. А тем временем у меня появилась идея создать наши анклавы по всем восточным королевствам. Как-никак, сейчас нам доступны только воины за одну единственную провинцию, а по всему побережью материка расположено множество поселений мурлоков, троллей и даже драконов, которые так любезно согласятся поделиться с нами своими территориями. Как только наши войска восстановятся, мы будем притворять эти планы в жизнь. К слову о драконах. Можно заметить, что нынешним главой драконов Красной Стаи является Кандрастраз, в то время как Аликстраза, будучи матерью Красных Драконов, взяла, да и умерла при родах. Кстати, ее примеру также последовала и Изера. И раз уж мы затронули важных для лора персонажей, давайте посмотрим на судьбу еще нескольких из них. Кельтас Солнечный Скиталец все же стал новым правителем Кельталаса после смерти своего отца Короля Анастериана. Пускай Каражан более не является резиденцией хранителя, Медив смог выжить во время Первой и Второй войны и теперь скрывается в Хиллзбреде от своих врагов. Что же до клана Северного Волка, то его история весьма печальна. Дуротан после того, как мы выгнали его клана Стернистой Долины, бежал в Ульдум, где пал жертвой заговора. Его санатрала также постигла незавидная судьба. Он был убит на дуэли Гулдана, а уже самого Гулдана прирезали эльфы Кельталаса. Ну а этот славный отряд я вам уже показывал. Прошу, полюбуйтесь на этих умерших от рака господ. И снова у Лордерона проблемы. И снова взбунтовался Стромгард. Мда, я уже начинаю сомневаться, что идея обзавестись таким союзником была действительно хорошей затеей. Но ничего не поделаешь, вступаем в эту войну. Ну, вернем, так скажем, должок за наше бездействие во время конфликта с Гелнессом. План у нас в общем будет тот же. Взять столицу и попытаться перехватить более мелкие армии. Этому плану мы, разумеется, будем следовать по возможности. Столица взята, но нам не стоит расслабляться. Рядом с нами находится главная армия наших врагов. Пусть армия Лордерона тоже, неподалеку. Но зная нашего союзника в этой игре, он может и не прийти к нам на помощь. Пока что, все идет очень даже неплохо. В случае, если Стромгард направит к нам свои армии, мы воспользуемся маневренностью нашего флота и как можно быстрее покинем столицу. А вот, собственно, на нас и обратили внимание. Садимся на корабли и избегаем битвы. Но Галлен Троллейбой решает сразиться с Бронзобородом. И нам нужно как можно быстрее спешить на помощь Дворфам. Пускай мы успеваем вовремя. Пускай преимущество местности на нашей стороне. Но мы терпим поражение. А войска Лордерона потирают руки и не спешат к нам на помощь. А вот теперь Лордерон решает сам вступить в бой. Конечно, мы могли бы отказаться от участия в сражении, послать Алианс в пекло и вернуться на наши острова. Но нам нужно как можно быстрее завершить войну. Так что, вперед! Спустя пару месяцев в битве при Ливии мы одерживаем победу и, наконец-то, заканчиваем эту войну. Надеюсь, хотя бы теперь Лордерон сможет хоть немного пожить в мире и не вляпаться в какой-нибудь новый конфликт. Иначе я начну серьезно сомневаться в необходимости такого союза. А пока мы воевали, на нашем острове Разбоя наконец-то появился новый пиратский замок и был заложен прибрежный город. Штормирианы стали первыми, кто принял новые преобразования. Думаю, в скором времени их примеру последуют и другие. Ну а мы им будем по мере возможности помогать. По традиции, я вновь собрался наведаться к гоблинам за пополнениями в казну. Но прежде чем я успел добраться, прибыли послы из Гелнесса. Они предлагали устроить помолвку между братом Лиэмо, Арчибальдом и нашей племянницей Сейди. Что ж, соглашаемся на это и получаем еще одного потенциального союзника в лице Седогривов, которые, к тому же, сумели освободиться от гнета Култироса. Ну и вскоре после заключения союза с Гелнессом, конечно же, меня призвали в новую войну. Войну против Толборада и Култироса. Оставим это недоразумение на совесть Лиэму и продолжим грабить гоблинов. Хотел бы я так сказать, но как бы не так. Наши капитаны все-таки решили потребовать у нас независимости. Мерсер, Ламберт, Торрент, Руссел и Айронвуд. Проклятые Изменники. Разумеется, я не приму ваши требования и не предоставлю вам свободу. Хотите ее? Так завоюйте. Так и началось первое в нашем государстве восстание. И оно было не подготовлено от слова совсем. Тут даже нечего комментировать. Сопротивление отсутствовало полностью. Мы просто шли и захватывали провинции одну за другой. Не знаю, на что рассчитывали эти персонажи, но теперь им светит прямая дорога в темницу. Пускай посидят, да и подумают над своим поведением. Мы же скипаем два года, переходя к началу наших рейдов на побережье. Первыми противниками станут племена Мурлоков, расположившихся недалеко от Болотины. Также мы объявим войну Дворхом Черного Железа и Мурлоком Гримботова. Захватываем провинцию в Болотине и идем войной уже на Красных Драконов. Разумеется, все эти войны мы с легкостью выигрываем. Тем более, что на нашей стране сражается как Геллнес, так и Лордерон. Из наших врагов остаются только Дворф и Черного Железа, и мой взгляд падает на Тулборат, который также освободился из-под власти Култироса. И к тому же превратился в Теократию во главе с Тандридом Праудмором, который владеет двумя островками к северу от нашего острова, которые до июры относятся к нашим землям. У Тандридо армия небольшая, думал тогда я, так что мы сможем с легкостью его победить. Вот только опять я прочитался, так как в эту войну зачем-то влез еще и Култирос. И из-за этой оплошности пришлось повременить с капитуляцией Дворфов, и как можно скорее возвращаться на родину, так как в скором времени наши враги должны были направить все свои силы на штурм Штормбурга. Вскоре нашу столицу осаждала 7000-я объединенная армия Дворфов Черного Железа, Култироса и Толборадо. Битва за Штормбург началась с контр-атаки гарнизона на армии осаждавших, к которой присоединились войска гвардии и наемников королевства. В этой битве мы превосходили врага числом, и даже хваленные дворфийские стрелки не смогли склонить чашу весов в свою пользу. Сам Холвард в этой битве зарубил одного из дворфийских командиров, и мы одержали верх, а враг бежал. Ну и нам только оставалось расправиться с остатками его армии. Дворфы сразу же согласились на мир, ну а с Култиросом мы еще какое-то время повоюем. И у нас подрастает сын Родвин. Он стал творцом своей судьбы, являясь при этом завистливым, умеренным, эрудированным воином в стрессе. Достойный преемник, ничего не скажешь. И наш брат тоже решил почудить. Искас, видя, что его никто не поддерживает, оставил на нас своих детей, взял, да и смотался на север, на какой-то остров вблизи Нордскола. Чтоб его там Нерзу превратил в Урдалака, ей-богу. Ладно, с ним мы будем расправляться уже в следующей серии. А сейчас заканчиваем войну, подчиняем себе все земли нашего архипелага, ну и понемногу начинаем готовиться к следующим полномасштабным войнам. Субтитры создавал DimaTorzok